Всем привет! Сегодня нарисуем игральные карты. Ну, по крайней мере, начнем. А также в сегодняшнем видео вас ждет обзор крутого графического дисплея. Начать я хочу с того, что внашивала идею Fury Card аж с 2017 года. Тогда я думала, что у меня недостаточно скилла для воплощения такого сложнейшего и большого проекта. И вот спустя почти 4 года я наконец набралась храбрости. Удивительно, что спустя столько времени я до сих пор горю этой идеей. Вначале я не знала, какие конкретно карты я хочу нарисовать. Я просто знала, что на них должны быть фури. Я ходила и размышляла по поводу дизайна и идеи около недели. Я пересмотрела разные колоды и поняла, что для своей первой колоды я хочу что-то более каноничное. Поэтому первые наброски персонажей в стиле средних веков. Со стилем я определилась довольно быстро. А вот на чем я размышляла больше всего, это о том, каких же персонажей нарисовать. Сначала я думала сделать полностью персонажей волков для всех мастей. Но после я решила разделить виды животных по мастям. Итак, у каждой масти появился свой вид. Лисы-черви, волки-крести, кошки-буби и драконы-пики. Таким образом колода сможет удовлетворить любителей всех этих видов фури. Определившись с концепцией, я перенесла наброски в Криту и последующую работу продолжила там. А рисовала все карты я на своем новом планшете Артису Д16. Комплектация продукта стандартная. Руководство с салфеткой и перчаткой. Стилус безбатарейный. Сменные наконечники. Все необходимые кабеля для подключения. Регулируемая подставка. Чехол для пера. И еще вот эта штучка. Я сначала не поняла, зачем она, но быстро догадалась. Эта штучка вставляется в боковое отверстие на планшете и превращается в держатель для пера. На моем предыдущем планшете перо валялось где угодно. И я его постоянно теряла. В этом планшете проблему решили довольно находчиво. Также в комплекте был и сам планшет. Его размеры и дизайн меня очень порадовали. 15,6 дюймов для своей цены это довольно крупный планшет. На его нерабочей поверхности находится 7 горячих кнопок и одна вращающаяся. Также меня очень порадовала скорость отклика планшета. Перо идет очень мягко и высокая чувствительность дает полное ощущение, будто рисуешь просто на бумаге. На моем предыдущем планшете линия немного отставала от движений пера. Поэтому разницу я сразу ощутила. На планшете уже оказалась полуматовая пленка с завода. Она защитная и антибликовая. Также, несмотря на то, что пленка полуматовая, перо скользит без лишнего звука и неприятных ощущений. Рисую на планшете целый месяц, каждый день. На этой пленке пока не единой царапины. Планшет все-таки является экраном. И его рабочая область должна быть всегда гладкой и чистой. За счет хорошего размера и разрешение экрана очень хорошее. Сравнивая детализацию картинки на своем большом мониторе и на планшете, я почти не вижу разницы. Обычно дешевые маленькие графические дисплеи грешат маленьким разрешением и картинка распадается на пиксели. Этот же планшет позволяет работать с мельчайшими деталями, при этом не занимать слишком много места на рабочем столе. Весит он всего полтора килограмма, поэтому перенести его одной рукой, если это необходимо, также не составит труда. В общем, как вы поняли, я в полном восторге от данного продукта. Кстати, планшет мне настолько понравился, что я сделала его основным, и сейчас я работаю только на нем. И получаю огромное вдохновение и удовольствие. Планшет стоит очень бюджетно за свои размеры и характеристики. Приобрести планшет можно по ссылке в описании. А мы возвращаемся к видео. Первой картой я выбрала Короля Лиса. Под стать своей масти и виду? Уже в наброске видно, что он необычный правитель. Мне захотелось изобразить его более романтичным и мягким. Поза строгий профиль указывает на его высокое положение. А рука в мягком положении с цветком намекает на то, что правитель больше праздный интригант, чем храбрый вояка. Как вы можете заметить, вокруг Лиса множество референсов. И на их поиски я потратила, как обычно, кучу времени. Но далеко не потому, что не могла найти что-то, то что мне нужно. Я просто не могла остановиться. Меня закрутил этот бесконечный вихрь средневековых костюмов и этой прекрасной эстетики. Поэтому я насохраняла кучу референсов и, как обычно, использовала только парочку. Также еще можно заметить, что Короля я рисую уже на готовом шаблоне карты. Прежде чем рисовать Короля и вообще персонажей, я позаботилась о таких мелочах, как шрифт цифр, стиль мастей и общий дизайн карты. На отдельном файле я сделала шаблоны. Все рисовала с нуля и от руки. Но цифры я взяла из интернета и просто немного их отредактировала. Еще один элемент для основы карты – это небольшой угловой узор. С самого начала я хотела видеть этот элемент на своей колоде. Сначала я пыталась нарисовать эти завитушки с нуля. Но после я поняла, что в растровой программе такую штуку делать довольно гейморно. Плюс мои руки не заточены на такое. И я схитрила. В интернете нашла более-менее подходящий мне узор. А потом изменила одну его сторону для того, чтобы орнамент хорошо смотрелся на данном формате карты. Вернемся к Королю. На нем получилось мало украшательств. Вся одежда довольно лаконичная. Мне хотелось сделать что-то объемное. Сама морда вышла тонкой и даже очень молодой. И явно этот образ не вязался с королевским статусом. Но за счет одежды я постаралась передать величие персонажа. Цвета выбраны не случайно. Акценты на красный и теплые оттенки. Отсылает нас к тому, что масть красная. И это должно быть понятно с первых секунд взгляда на карту. Это необходимо для игральных карт. Чтобы игроку было легче сориентироваться во время игры. Стиль для персонажей в плане техники я выбирала недолго. Мне хотелось найти какой-то баланс между реализмом и суперстилизацией. И я остановилась на том, что окрас будет довольно реалистичным. А вот сам лайн будет мягким. Цветом и текстурой как бы вплавляясь в основные цвета. Что касается фона для карт. Я немного размышляла, даже думала о том, чтобы для каждого персонажа нарисовать свой фон. Но карты предназначены для игры в первую очередь. А это значит, что слишком пёстрый фон или просто отличие цветом карты будут просто палиться. Например, берет игрок очередную карту из колоды. Отгибает уголок. И все видят, что там торчит зелёный уголок. И всем сразу становится понятно, что за карту взял игрок. Поэтому было принято решение сделать на всех одинаковый однотонный фон. Белый я оставлять однозначно не хотела. Обычный оттенок, так сказать чисто белый, показался мне холодным. Самым логичным решением было сделать карту под старину. То есть придать некий желтоватый оттенок. Цвет слоновой кости, кремовый, белый с тёплым отливом. Можно назвать его по-разному. Но тонированная карта смотрится явно лучше. А вы как думаете? Что касается короля, с ним я не стала уходить в дикую проработку. Так как знала, что карта небольшого размера. Поэтому вышел вот такой вот лис. Задумчивый и властный. Мне кажется, его золотые кудри как нельзя лучше гармонируют с этими завитушками на углах. А мы медленно двигаемся дальше. К карте номер 2. И это, как вы догадались, дама черви. Наша хитрая похитительница сердец. И спойлер, я без ума от неё. Вообще, эта лисия дроица вместе с валетом, которого мы сегодня тоже нарисуем, вышла весьма удачной. И я получила огромное удовольствие от процесса. Мне хотелось сделать лисицу очень нежной и утонченной. Но при этом сохранить ощущение загадки. Мне хотелось, чтобы она смотрела прямо в душу и завлекала. Ну, с таким-то декольте, думаю, это не сложно. Я использовала два основных референса. И надела на неё платье, которое состоит из двух других. Я немного замучилась с её, так сказать, фатой. Несколько раз перерисовывала её. В конечном итоге получилось просто полупрозрачная, чёрная фата, которая покрывает прямые русые волосы. Также я добавила огромный хвост, чтобы разнообразить силуэт лисы. Например, на предыдущей карте шикарные волосы короля выполняли эту функцию. На самом деле, на этапе наброска мне хотелось сделать более целомудренный образ лисы. Но потом что-то пошло не так и нарисовалось вот такое глубочайшее декольте. Лису я делала также на шаблоне карты. И хотелось бы отвлечься на небольшой технический момент, связанный с этим. Так как карты в дальнейшем пойдут на печать, для более качественного результата необходимо было перевести все плоские элементы в вектор. А также отцентровать их, выровнять и всё такое. Так как крита и мои руки на это не заточены, мне на помощь вызвалась моя подруга-дизайнер, которая в иллюстраторе перевела всё в вектор и выровняла все косяки, которые могла допустить моя рука. Я говорю это для людей, которые, может вдохновившись этим видео, тоже захотят сделать себе свою колоду. И нужно быть готовым, что работы в таком случае будет довольно много. Вернёмся к лисице. На мой личный взгляд, лисица вышла чуть преработаннее, чем король. В её цветовой гамме также преобладание тёплых оттенков. Я заменила агрессивно красный на пудрово-розовый. Если посмотреть в целом, лиса выходит светлее, чем король. Так получилось случайно и хорошо гармонирует с образом, кстати. Вообще, даму я рисовала довольно долго. Много элементов я перерисовывала несколько раз. Плюс её костюм включает в себя аксессуары и всяческие украшательства. Вообще, я недооценила эту работу. Мне казалось, что я справлюсь намного быстрее. Но реальность сурова. В общем, вот наша дама готова. Над ней можно ещё сидеть и сидеть, выделывая элементы одежды. Но в таком случае у меня не осталось бы времени для следующего персонажа. Итак, третья карта. Валет. Вот такой смешной и нелепый он на бумаге. Но вы будете удивлены, какой элегантный лис у меня выйдет в итоге. Главной задачей при рисовании валета было правильно указать его статус. И случайно не сделать его величественней, чем короля. То, что позы короля и валета похожи, я осознала только на этапе его проработки. Позы хоть и похожи, но всё же разные. Король более задумчивый, а валет хитрый и уверенный. Он явно заигрывает с дамой. Может даже предлагает ей выпить. Выбор прически и костюма валета не случайный. Прическа короткая, что на мой взгляд молодит персонажа. А его тёмные волосы немного приземляют его, по сравнению с королём. Цвет и фасон костюма выполняют ту же функцию. Костюм более сложных цветов. Единственный красный элемент это платок в районе шеи. Его наряд очень закрытый и сдержанный, что тоже отличает его от короля. Нарисовать его с вином я также решила не случайно. Цветок уже занят королём, а оружие рисовать конкретно для этой масти я не хотела. Всё-таки изначально была идея, что лисы против войн. Оставлять валета без всего тоже было бы странно. Поэтому вино подошло как нельзя лучше. Можно пофантазировать на тему того, что валет с вином это знак того, что у валета меньше обязательств и дел. По сравнению с королём. И он может позволить себе развлечься в силу возраста и статуса. Валет в целом по тону вышел ещё темнее, чем король. Вообще мне нравится, что три лисы получились абсолютно разные. Но при этом есть общая красная тема, так сказать. Разные оттенки красного подчеркивают характер каждого из персонажей. Итак, к вальту мы вернёмся в конце и я покажу, что вышло. А сейчас хочу отвлечься на ещё одну немаловажную часть карты. Это задняя сторона. Как вы знаете, обычно на игральных картах задняя сторона довольно пёстрая. И на ней всегда какой-то интересный орнамент. А вот что сделала я. У меня завалялся старый эскиз силуэта лапы. На самом деле я вырисовала для тату. И эта лапка лежала без дела года три. Но я решила её использовать в качестве задника для карты. Сначала я хотела сделать такой себе минимализм. И первоначальный вариант выглядит вот так. Просто лапа, просто фон, приятные цвета и небольшая текстура поверх. Но мне показалось это скучным. И было принято решение сделать паттерн из лап в виде ромбиков, расположенных в шахматном порядке. Я сделала примерный эскиз, как я это вижу. И отправила своему уже походу личному дизайнеру. Она перевела лапку в вектор, убрав лишние детали. И расположила лапки таким образом. В ходе работы я ещё несколько раз меняла цвета. И по итогу вышел вот такой задник. Цвета стали более сложными, что ещё больше состарило карты. Теперь, посмотрев даже на задник, сразу понятно, что эти карты далеко не обычные. И к их созданию явно приложили лапу. Также лапки послужили мне не только для задника. В колоде 36 карт. 20 из них это цифры. Для них тоже необходим интересный дизайн. Я сделала несколько вариантов, ни один из которых мне не понравился. После этого я сдалась и взяла схему расположения мастей по карте из интернет. Оказалось, количество элементов на карте отображает число этой карты. Раньше я не задумывалась об этом. В общем, взяв схему из интернета, вместо масти мы подставили эти самые лапки. И вот что получилось. И как обещала, вот и готовый валет, и заодно с ними двое других. Что мы имеем? Мы имеем задник карты и полностью готовую масть черви. Проект большой, как я уже говорила, и все не уместится в одну часть. Поэтому в следующей части вы увидите, как я нарисую оставшиеся три масти тремя разными животными. Также вы увидите, какое решение я приму по поводу тузов. А также я распечатаю всю колоду и сделаю коробку для нее. Так что не пропустите вторую часть, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик. Видео выпускаются нерегулярно и большой шанс пропустить его. А на этом первая часть про фури карты подходит к концу. Жду ваши комментарии по поводу лисиков. Огромное спасибо за просмотр, всем вдохновение и пока! Продолжение следует...